Вы слушаете радио Болтком Утро на Болткоме Мы тут обсуждаем проблему с наушниками Нет, наушники потребуются, если... Когда нужно будет отвечать на звонки слушателей А до этого мы можем общаться совершенно спокойно, без наушников Я так понимаю, мы уже начали и продолжили Да, мы, кстати, уже начинаем Да, у нас в студии музыкант, певец, предприниматель Анаита Исаганова Здравствуйте Всем большой привет Доброе утро Для меня Анаит такой, знаешь, человек эпохи Возрождения То есть, ну, во-первых, коллега Работала на латвийском телевидении И музыканты, предприниматели Успевает абсолютно всё И на минуточку напротив нас сидит Первая вице-мисс Армении Было дело, да Я понимаю, что сейчас все помыслы заняты новым проектом И буквально на днях, точнее даже завтра Завтра Он должен каким-то образом состояться Вот что это за новый проект И может быть несколько слов об этом Да, завтра будет реализован один из проектов Который называется Карина Добро Я в нём принимаю такое участие, что я там, скажем, пою И также, ну, например, продюсировала клип То есть, помогала в организации и так далее То есть, с этой точки зрения Но клип, вернее, проект, он будет интересный Это стиль панк-рок Главная участница – это юная девочка То есть, покажем, так сказать, подростков в какой-то степени Может быть, подросток-бунтарь, я не знаю Ну, то есть, это что-то должно быть интересное Что-то новое Поэтому я надеюсь, что людям понравится Посмотрим То есть, получается, что это сотрудничество с другим исполнителем Тельницей, точнее, да, с молодой А, это как бы один из наших проектов В лейбле STH Production музыкальном То есть, у нас несколько проектов Один из них – это Карина Добро Один из них – это вот мой проект Также этим летом заявит о себе в ретро-исполнитель Такая девочка Кристина Кристис И ещё один проект – это будет Мани Трэш Тоже такой рокерский стиль Но это всё будет этим летом Об этом можно чуть попозже уже, наверное В какой момент поменялся стиль? Потому что я помню твои песни раньше Ну, с позволения на ты Знакомую какое-то время А раньше это были какие-то романтические песни Более похожие на баллады Почему вдруг рок? Причём во всех проектах Причём панк, рок, новая волна Во-первых, это лет на 30 от современности Во-вторых, это достаточно агрессивная стилистика Что самое интересное Вот насчёт современности И, как я замечаю, разные тенденции В разных, опять-таки, там И, ну, среди молодёжи Рок возвращается И, но касательно моих песен Раньше, да, действительно Это было больше такой лирический поп, эстрады Да, сейчас это постпанк, так называемый Или думерская музыка Совершенно случайно не узнала Именно о думерском направлении Это такая больше как субкультура Нежели конкретное направление музыки И мне очень понравилось Это прям было такое моё состояние и души, и всё И как-то вот написала песню «Пустота» Вернее, Глеб Астаха создал аранжировку Я как-то быстренько написала текст Мы это всё сделали, всё отправили на сведение И вот так как-то вот и получилось Очень нравится Наверное, это был самый главный такой критерий Что наконец-таки нашла то, что по душе Нет ли такого опасения, что, ну, скажем, публика Которая привыкает к образу одного Музыкальному стилю исполнителя Вдруг она испугается, что что произошло То есть можно приобрести новых поклонников Но потерять старых Ну, с одной стороны, да Потому что люди, конечно, привыкли Что у меня больше такая меланхоничная, извините за запиночку, лирика Сейчас я перешла в постпанк Но что самое интересное Если наблюдать по стримам То есть по тому, сколько людей слушают песню То конкретно «Пустота» Она набрала в разы, даже в сотни Раз больше прослушиваний, чем предыдущие песни Потому что, да, просмотров как бы на ютубе было Где-то больше, где-то меньше Но этих прослушиваний, почему-то у других песен было там Прям мало-мало А сейчас это уже измеряется в тысячах И это приятно Ну, причем эти тысячи, это же не только латвийские А латвийских там даже очень мало Россия, Америка, разошлась по миру Именно, большая часть, на наше удивление, это Америка Хотя люди не понимают там слов и так далее Просто какое-то настроение, видимо, ловлют Потом вот идет Шла раньше Польша на втором месте Потом Россия, сейчас Россия Потом Бразилия идет Ну, то есть вообще как-то по всему миру То есть в Бразилии две популярные группы Сепултура и ты Панк отродился ли на внешних каких-то проявлениях? То есть я имею в виду рваная одежда Там, не знаю, там какой-то там макияж Или спутанные грязные волосы То, что называется, панки грязи не боятся Ну, ко мне именно там про грязь, я думаю, это не относится Но насчет стрижки, да, у меня так сложилось Ну, из-за некоторых жизненных событий Что у меня стрижка короткая Поэтому, ну, почему бы и нет Ну, что-то такое необычное Потому что если я была бы со своими привычными длинными волосами Думаю, не так бы воспринималась Ну, в одежде как-то, конечно, хочется соответствовать Во всяком случае, на момент там съемок Или еще чего-то, да В повседневной жизни по-разному По настроению А как это будет отражаться во время концертных исполнений песни? То есть, с одной стороны, есть лирические, мягкие песни Ну, из-за того, как вот, ну, условно говоря Sex Pistols выходят, значит, поют сначала Strangers in the Night А потом God Save the Queen Да, я понимаю, чего вы Ну, то, что стили разные, да, у песен, наверное, об этом, да Ну, на самом деле, учитывая то, что сейчас вот Следующая песня, еще вот несколько, на которой мы работаем в этом же стиле Хочется пока что продолжить вот эту часть Вот именно в новом, вот таком постпанк, да, направлении И, конечно, исполнять на концерте, наверное, преимущественно их А те из предыдущего, скажем так, образа, да Их уже, ну, так, вставлять отдельно, да То есть, потому что на данный момент получается так, что у меня больше будет этого стиля Ну, пока что К слову, чувствую, надо признаться, такой камин-аут Мне исполнение Sex Pistols, My Way, гораздо больше оригинала Сенатора нравится, честно Оно какое-то, ну, живое Есть в нем что-то такое А про стили и направление Слушая твою пустоту и, в общем-то... Это песня, я сразу хочу сказать Да, звучит как философия Да, да, да Слушай, это вот буддийская шуния, пустота пустоты Так, думерская музыка Я, честно говоря, впервые столкнулся с этим названием Что это за стиль, что за направление? Да, думеры Это кто это? Бумеры Кто такие? Кто такие? Да, да, да Думеры – это те, кто в думе заседают Или кто в дум играет Да, да, да Ну, кстати, это чем-то связано с думом Но на самом деле даже больше не с игрой Ну, если говорить про музыку, то, конечно, чтобы было проще Это просто постпанк Но думеры – это больше как направление Такой субкультуры Вообще, это как бы дети 90-х Которые, вот у них состояние души Это такая легкая грустинка Вот как бы, ну, в это направление Но это не связано никак там со всякими политическими моментами Легкая грустинка в стиле панк Ну, да, допустим так Просто погрустим по панку Я готов был буквально изобразить, как это звучало в моей молодости А был грешок Мы тоже играли в панк-рок в молодости Вот мне ожидало от вас Концерты давали с большим успехом, конечно же Даже на гастроли даже съездили В город Сосновый Бор под Питером 200 километров под Питером Более того, это, извините, что, значит, стил де шоу, что называется Когда-то было возможно, чтобы руководство города в честь юбилея города На минуточку тогда Соснового Бора исполнилось 25 лет Вот в какой-то момент кому вообще в голову пришло устроить рок-фестиваль? И они понаприглашали чёрти кого А нас представляли как единственной европейской группой на этом фестивале Вот до сих пор прям бальзам на сердце Что с магазином? Как тебя хватает на всё? Телевизор, музыка, магазин Причём магазин не просто так Какие-то там селекционные деликатесы Да, действительно, у нас в магазине разная продукция Но основная, такая целевая, это премиум класса Это чёрная икра, то есть красная икра, это осетрина То есть очень такие интересные позиции Помимо этого, конечно, есть и очень вкусная буккалея из Армении Да, также это алкоголь разный, тоже премиум класса И, ну, насчёт того, как хватает, ну, просто для меня это очень интересно Я никогда, конечно, не думала, что я буду заниматься бизнесом в том числе Но занявшись им, я поняла, что это здорово Это, как я уже повторюсь, это интересно А что сложнее? Творчество или бизнес? Или это в чём-то есть сходство? Я думаю, в чём-то есть сходство Но я не могу сказать честно, что сложнее Потому что это просто разные две вещи То есть музыка это одно Ну как, одно дело, ты сидишь, тебе пришло вдохновение Раз накидал текст, там какую-то мелодию, наиграл Показал другу, сделали аранжировку Запустили, выпустили, записали А здесь сидишь, бухгалтерский отчёт, поставщики, какие-то бумаги Ну совершенно другое Это разные планеты Да, совершенно другое Ну, наверное, с точки зрения там Ну я не могу сказать, что Ну, конечно, бизнес это очень ответственный И то, что ты отвечаешь за разные закупки и так далее Как продвинуть и так далее Все эти моменты Конечно, это ответственно, это сложно Но я не могу сказать, что в то же время творчество это безответственно Особенно, если вы куда-то движетесь уже дальше и вперёд Вот, ну, как бы Можно сказать, что вот, что называется, в наше непростое время Одной музыкой сыт не будешь А чёрной икрой будешь Будешь Тоже, знаешь, я бы провёл параллели У меня всегда какие-то параллели такие встревают Всплывают странные Вот Анаид с её постпанк-роком и чёрной икрой И Джонни Роттон, который, казалось бы, ну панк-панком И снимается в рекламе масло Ну вот И кто-то, и поклонники там не видели? Нет, замечательнейшая реклама Он же ещё, ну как-то так вот, корпулентный сейчас, Джонни Роттон И поклонники на Ютубе в комментах пишут Мол, продался ты вот когда-то в 76-м Против всей этой системы А теперь рекламируешь масло А он отвечает Ребята, я как был панк, так и остаюсь Мне вообще на ваше мнение, мягко говоря, всё равно Ну да Хорошо, наоборот Что делает так Панки масла не боятся Да Ничего не боятся Ну а если вот говорить про бизнес Вот здесь ведь часто считают, что это такое мужское дело Тут нужно проявлять характер, там давить конкурентов Там проявлять жёсткость Вот как хрупкой, красивой девушке вот всё это даётся? Ну конечно, да, есть такой стереотип Да и мне кажется, так и получается, что в бизнесе больше мужчин и всё такое Но на самом деле, мне кажется, здесь это не... Ну нельзя разделять там это по половому признаку, да То, что ты там девушка, поэтому у тебя не получится Это всё, я думаю, не об этом, а больше о том, что... Ну конечно, конкуренция есть, конкуренция большая Но здесь очень важно, как ты позиционируешь, представляешь свой продукт И, конечно, да, где-то надо быть мягче, где-то жёстче Но ты не знаешь, что надо, чтобы ты был каким-то там супертираном, да Просто, наверное, когда ты знаешь свою сферу хорошо И ты представляешь просто, как это можно движется Откуда вот знание этой сферы пришло? У меня это всё от того, что у меня папа очень давно этим занимается И, конечно, у меня очень... Семейная? Ну и как это, ну, направляет И, ну, без этого, конечно, было бы сложнее Просто хотя бы потому, что у меня нет ни образования в этой сфере, да Вот, ну... А будет? Нужно, вот, в принципе, учиться? Образование? Да, я имею в виду, что... Ну именно вот... Если проводить параллели, многие говорят, что вот, ну, как музыкант Вот дано или не дано тоже То есть можно, конечно, учиться Но вот талант, Битлз, ничего не заканчивали Сочиняли гениальные мелодии Вот, и то же самое с бизнесом Вот дано, не дано Вот я думаю, что однозначно здесь вот Касательно такого вот жилки, да Вот насколько ты умеешь продукцию преподнести и продать Наверное, это, да, действительно дано, не дано То есть, но касательно образования Это нужно в любом случае Потому что сейчас, опять-таки, все эти тенденции Что и как, да То есть очень много всего нового появляется Конечно, нужно, да и тем более, когда ты, ну, что-то начинаешь свое И у тебя ноль знаний Или когда ты уже знаешь хотя бы какие-то, ну, в теории, да, хоть что-то Это тебе очень сильно помогает Поэтому однозначно учитесь, учитесь Вот с черной кровью, мне кажется, теория – это самое гибло-део Тут практика, практика, еще раз практика Да, особенно ложку в руки и пошли Понятно, что на икре заработать можно Можно ли заработать на музыке, ну, и в частности в Латвии Или сейчас нет таких уже географических границ Тот же самый Spotify, ну, там, скачивание из Америки в Бразилии Да, да, да Ну, действительно, нет, ну, можно заработать Даже, ну, конечно, если убрать всю эту ситуацию с ковидом То можно было просто опереться на потенциальные концерты какие-то, да Или там, ну, что-то в этом роде, да Какие-то мероприятия Но если говорить про интернет, то, опять-таки, те же прослушивания А ведь каждое прослушивание, оно, например, в Европе стоит одних денег В Америке стоят других денег и так далее То есть, конечно, за счет прослушивания артиста, который там набирает по несколько миллионов Тех же там стримов, то у них очень хороший заработок И к этому можно стремиться А вот как сделать так, чтобы тебя слушали в Америке, учитывая, что, ну, у них огромное количество своих звезд, своих исполнителей Вот как пробиться на этот рынок, чтобы... Ну, никто, на самом деле, мне кажется, не предполагал, что будет такое, что в основном будут слушатели из Америки Это было удивительно, действительно И с учетом того, что до этого же тоже выпускались песни, и такого результата не было Но так получилось, что мы попали в подборку русского постпанка Да, постпанка, и оказалось, что в Америке очень интересуются именно русским направлением этим, да То есть, и люди действительно ищут Мне писали лично многие американцы, что вот, мы там нашли вас так и так То есть, очень интересно То есть, ну, нашли свою аудиторию как-то И поэтому теперь просто уже знаем, что можно попробовать двигаться в этом направлении Потому что есть люди, кто уже непосредственно подписан как на артиста То есть, выйдя в следующий трек, люди это увидят Ну, какие-то такие нюансы По-моему, самое время окунуться в пустоту Ну, все-таки, да? Да, окунаетесь с головой Анаита, огромное спасибо, что пришла Спасибо вам Причем пришла физически, мы рады гостям Все не только на экране, что-то бездушное А в эфире трек Анаиты Сахановой «Пустота», который порвал публику по всему миру Солнце светит ярко, но тебе нужно больше Ты кружилась в танце, так веселее и дольше В голове все мысли со вкусом антисептика А твои слова лучше и до скептика Давай накопим тонну, бумаг не будем тратить На безделушки всякие, чтобы потом спятить В воздухе летает, спирт и запах жвачки Мы кружились в танце, что же это значит? Облако пусто